Новая котельная на территории Дютербургского госпиталя. 8 мая 2023 года. Я говорю новая, потому что была и старая котельная. Котельная была мощная в подвальных помещениях здания столовой. Видимо, хватало мощности для обеспечения теплом. И горячей водой весь комплекс зданий госпиталя. Но с момента постройки общежития двухэтажного, потом построили еще здание родильного отделения. Жилой дом был построен. Видимо, не хватало мощности той котельной. И вот построено было новое. Да, 8 мая я сказал. Только сейчас мы были в здании госпиталя на втором этаже. Заходили через подвал и потом поднялись на второй этаж. Посмотрели помещение. Определились. Вроде как это родильное отделение и детское отделение. Посмотрим котельную. Давно мы тут были. Уж не знаю, сколько лет. Лет 8, наверное, назад. А постройка этого здания 1980 года. Вот написано. Никакой документации не надо. Да. Мы вышли из помещения, из госпиталя. Котельная рядом. Все равно нам забирать велосипед. Где-то здесь стоит. И мы сюда идем. А сзади там уже склады. Склады, по-моему, угольный склад. Вот сюда будем заходить. Вот видно навес такой же из шифера. Склад. А дальше свинарник. Или подсобное хозяйство. А вон там еще как бы подвал. В подвале там овощи хранилища. Труба, которая здесь была. А ее уже нет, трубы. Давно. Как нету многого другого. Но здание еще вот есть. Стены зданий. И заходим сюда. Вот как дерево выросло прямо у входа. Кленка ли? Вязка ли? Вот и зашли. Помещение. С этой стороны. Здесь, видно, помещения были служебные. Комнаты отдыха. В том числе, наверное, здесь же были электрооборудование какое-то. Окна большие. Направо. Здесь какое-то оборудование стояло. Вот видно. Да, дальше там за котельной прямо вот так пойдем. Там уже будет автопарк. Помещение душевое, наверное. Да, видно, душевое или туалетная комната. Скорее, туалетная. Вот тут раковина была. А там унитаз. Пользовый ключ. Это душевое, наверное, раз уже. Не может же быть тут столько туалетов и умывальников. Почему не может? Может. Вот, есть. Веносипед. Простоян все это время. Пока мы сделали два видео. Третье мы делаем. Здесь находился. Вот, что я. Такое помещение, буквально, где. Вот из окна какой вид. Там заправочная станция. Там уже автопарк. Это мы смотрели. Голосипед на месте. И вот помещение, где были котлы. Большие окна. Вот тут котлы стояли. Видны, вон, для дымоходов отверстия, где есть дымоходы. Вот здесь были котлы. Как их отсюда уже утащили. Текстов никаких нет. Нигде. Вот здесь выход. Анжел вход. Вот так, не пройти. Вот какая-то пристройка. А, там же тоже где-то ход есть. Вот тут какое-то оборудование было навешано. Трубы, наверное. Что еще может быть? Котерина. Новая. Хотя я не знаю, как она называлась. Вот выход с этой стороны. О, как дерево выросло. Вот он, ух ты. Рыжитка или что это такое? Открывается. Эх! Зачем мне мать? Ребят, что вот это значит? Вот какая тут конца. Такое, не знаю, что все. Устроить, чтобы заглянуть. Что тут такое? А ничего тут нет. Зато тут мощные. Вон какая рама дверная. Дверная коробка из большого швеля. Козырек над входом. Какой-то текст я заметил. Затертый. Минск. Вот Минск написано. Но. Во. Все. Но. Не вижу. Новокубанск. А? Новокубанск. Да. Читатель еще тот. Вот. Вот. С этой стороны. Тут только кабеля вот есть. Текста не видно. Может они и были тут. Вот. А здесь была труба. Только основание для трубы есть. Вот. Текста. Я в первом видео говорил. Или во втором. Не помню. Когда сюда шел. Я видел у. У. свинарника. У свинарника. Тюльпан. Тюльпан. Вот. Мы уже рядом. У свинарника. И мы его. Посмотрим. Потом вернусь. До велосипеда. Это угольный склад. Вон там овощной склад. А это. Подсобное хозяйство. То есть. Вот. Тут был свинарник. Хоть бы. Тюльпан там. Сохранился. Пока мы тут ходили. Но он был. А вот уже автопарк. Бокс. Автопарк. Останки. Каких-то объектов. Тюльпан. На месте. Тюльпан. Вот он. Вон видно уже. Иван красный. Или это не тюльпан. 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 Сейчас далеко его видел. Красное пятно бросается в глаза. Вот он какой. Кто его тут садил? Кто тут за ним ухаживал? Тюльпан. Тюльпан. Один. Нету больше никаких тут цветов, кроме полевых. Тюльпан. Да. 8 мая 2023 года. в каждом сегодняшнем видео видео я говорю что завтра праздничный день 9 мая день победы советского народа от фашистской германии с чем и поздравляю участников групп с кем и сотрудничаем долгое время подписчиков моего канала с этим замечательным праздником желаю всем крепкого здоровья счастья благополучия а мы посмотрели сегодня на территории госпиталя некоторые объекты и объекты территории а сегодня вот а сейчас непосредственно котельную мы посмотрели новую которая новая и потихонечку завершаем и уезжаем идем за велосипедом как-то прошел же здесь до завершаем наше видео до свидания до новых встреч